ДИАЛОГ КУЛЬТУР 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 ДИАЛОГ КУЛЬТУ Накануне в Государственном институте русского языка имени Пушкина состоялся Костомаровский форум, посвященный памяти известного российского лингвиста и педагога, основателя и первого ректора Института Пушкина Виталия Костомарова. Уже в четвертый раз это мероприятие объединило ведущих ученых, методистов, преподавателей и просто любителей русского языка со всего мира. Подробнее далее. В этом году Костомаровский форум прошел в канун юбилейной даты – 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. На мероприятие зарегистрировалось более 6 тысяч человек из 116 стран мира. Каждый год оно проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Министерства науки и высшего образования. Получилось интересное, насыщенное и, я думаю, достаточно полезное мероприятие. В принципе, сам форум – это один из тех важных, на мой взгляд, событий, которые нужно обязательно проводить и которые способствуют тому, что русский язык продолжает оставаться великим и имеющим вхождение не только на территории России. Основной темой форума стал язык и стиль медиатекста, что объясняется особой ролью медиакоммуникации в условиях цифровизации общества. В изучении этого вопроса академик Костомаров во многом был новатором и первопроходцем. Именно он одним из первых в Советском Союзе начал изучение языка прессы. Уже в 90-е годы Виталий Григорьевич обратился к изучению компьютерных технологий в коммуникации и ввел термин «дисплейный текст». Каждый Костомарский форум, который проводится, это на самом деле объединение большого количества специалистов из разных областей, из разных стран, которые вместе с собой приносят какие-то новые элементы. В частности, в прошлом году, когда был Костомарский форум, для меня было особым впечатлением это открытие того, как смотрится Пушкин в Индии или когда Пушкина читает, например, профессор из Египта. Это абсолютно разное впечатление людей, потому что у них абсолютно другой менталитет. На площадках форума участники обсудили актуальные проблемы нейролингвистики, цифрового чтения и речевой стороны искусственного интеллекта. Гостями традиционно стали деятели культуры, представители власти, бизнеса и общественных организаций, а также писатели, поэты и публицисты. В научных мероприятиях приняли участие стажеры проекта «Интераша» – «Молодые русисты со всего мира». Альбика Ильясова специально для программы «Время русского мира». В Центральном доме архитектора состоялся закрытый показ полнометражного документального фильма под названием «Неслучайный архитектор». Кинолента посвящена выдающемуся архитектору страны Александру Кузьмину. Мероприятие совпало с юбилейной датой – 50-летием выпуска студентов Московского архитектурного института, с которыми учился герой кинокартины. Александр Кузьмин – человек, который на протяжении 16 лет, с 1996 по 2012 год, был главным архитектором Москвы и во многом определил сегодняшний облик города. На его счету около трех десятков реализованных проектов, многие из которых были и остаются предметом критики в профессиональной среде. Однако представить себе современную Москву без них уже невозможно. Себя Александр Кузьмин называл случайным архитектором, но однажды выбрав профессию, уже не сворачивал с этого пути и прошел все ступеньки служебной лестницы. Если вспомнить, третье транспортное кольцо – это было при Саше построено, потом хорды так называемые – это было заложено тогда, а Малое кольцо железной дороги было тоже тогда заложено, потом четвертое транспортное кольцо тоже было заложено при Саше. То есть мы, по сути дела, занимаемся сейчас, вот, достраиваем те идеи, которые были заложены в его период. На закрытый показ фильма пришли известные архитекторы, строители и представители градостроительных структур, которые внесли значительный вклад в развитие города и нашей страны. Гости мероприятия поделились своими воспоминаниями о студенческих временах и работе с Александром Кузьмином. В этой группе оказался Александр Кузьмин, замечательный человек. Он был таким открытым, светлым, отзывчивым человеком. И, значит, вот первая встреча нашей группы, как бы вечеринка такая, где мы все собрались и ближе познакомились, веселились, как раз проходила у него в квартире. Он был инициатором собрать нас всех и пообщаться. И это было замечательно. И эта вечеринка, она заложила основы нашей дружбы и взаимоуважения. Фильм «Неслучайный архитектор» рассказывает не только о профессиональном пути Кузьмина, но и о его личных пристрастиях и увлечениях. Если папку достать, там его рисунки, его записи и так далее. Он постоянно рисовал. Кабинет, он идет, он обязательно рисует. Жили мы на Ярославке. Не было кабинета, был только письменный стол. Он тоже все время рисовал. Премьеру фильма в онлайн-формате зрители скоро смогут увидеть на нашем телеканале. Не пропустите. Анастасия Голдабина, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». Кинокомпания «Родина» продолжает съемки документального фильма «Сцена на передовой». Кинолента посвящена творческим бригадам, работающим в зонах боевых действий специальной военной операции. Создатели фильма стараются передать уникальную атмосферу, в которой работают артисты творческих бригад. Ведь на поле боя именно она дарит прилив сил, воли и внутренней уверенности в победе. Авторы картины уверены, что здесь на передовой артисты и художники не уступают в отваге самым смелым бойцам. Здесь, помимо того, что мы рассказываем о военных, о том, как они живут, о наших ребятах, мы затрагиваем тему культуры и искусства. Потому что туда приезжают различные артисты, актеры, певцы, музыканты, художники для того, чтобы тоже как-то какую-то частичку себя вложить в свою душу, вот в то, что происходит туда, помочь этим ребятам, как-то, может быть, поднять им настроение. И почувствовать самим, что то, что там происходит, это не где-то далеко, и это касается всех нас. Фронтовые бригады артистов – это давняя советская и российская традиция, ведущая историю от Первой мировой войны до наших дней. В послевоенные годы артисты начали ездить в зоны вооруженных конфликтов – в Афганистан, Северный Кавказ и в Сирию. Первой в Афганистан приехала хрупкая женщина – Эдита Пьеха, затем Иосиф Кобзон, Ильев Лещенко и Александр Розенбаум. На данный момент мы пока что снимаем здесь, в Москве, потому что и в Москве тоже есть и госпиталь, в Москве есть те же самые артисты, которые туда уже не раз ездили. Мы сняли ряд интервью с актерами Театра Советской Армии, также мы снимали в мастерской имени Грекова. Там художники специализируются именно на батальных сценах, именно специализируются на теме военной. Мы взяли ряд интервью у художников, поснимали их картины, и очень надеемся, что в скором времени состоится экспедиция уже, собственно, на сам Донбасс. Документальный фильм «Сцена на передовой» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Премьера картины состоится осенью 2024 года. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. В этом поможет бесплатная подписка на электронную версию журнала русскимир.ру. Заходите на сайт русмир.медиа и скачивайте свежие выпуски. В новом номере вы узнаете о самом русском китайском писателе, секретах придворного фотографа, русском мире, профессора Кима из Южной Кореи и многом другом. Всего доброго и до свидания.